Куда вы? Беняйлов представляет. Извините. Коль, Коля! Коль, подожди, я сейчас! Вот я, грубовато, правда? Да, это и есть. А у них это называется эксцентричностью. На том и стою. Что ж ты его пугаешь, что он у меня такой скромный? Да. Интеллектом явно не изуродован. «Москва слезам не верит» – фильм не просто культовый, а суперкультовый. Именно после выхода этого фильма в кинотеатрах и установили решетки и на кассах, и на дверях. А потому установили, что страждущие купить билетик, а билетов не хватало, ломали и кассы, и двери. Ну, еще и морды друг другу били в очередях. Такого в истории кинематографа еще не было. И после пока еще тоже не было. Толпы женщин после просмотра фильма хотели походить на главную героиню, главную аферистку Накатю. Считали ее образцом женщины. А вот толпы мужчин мечтали о ее подружке Тосе. Нет, Тосе. Здравствуйте. Но обе толпы, и женщин, и мужчин, равно решили, что Тосе – это чрезвычайно милое создание, дарующее тихое семейное счастье. Дескать, ничего, кроме тихого семейного счастья, ее не интересовало. Но на все и всегда есть две точки зрения. Есть в фильме детали, которые выводу толпырей относительно Тосе противоречат. Вот, пожалуйста, Тосе стоит, что называется, в чистом поле, рядом с отцом будущего мужа. А вот там надо бы зелень посадить, чтобы потом с грядки прямо на стол. Правильно предлагать. Ну и что у Тосе за мотив такой прижиматься к грудями и прочими местами к отцу жениха? Что-то не очень похоже на порядочную девушку. Или еще деталь. И Тосе, и ее муж – оба светловолосые. А их дети – близнецы по масти иные. Странно, да? Но нисколько не удивительно, если вспомнить об этом прижимании грудями даже к отцу своего жениха, будущего мужа. А что, хорошо? Ну и третья деталь. Муж Тосе, как был тупым электоратом до Тосе под маменькой, так тупым электоратом и остался даже спустя 20 лет брака. Это никак невозможно, если жена честная. Такая тупость, даже такая обычность, возможно только, если жена блять. Мы понимаем, что развенчание кумира, вроде Тосе, вызывает боль. Но боль появляется только в начале. Поболит, поболит и перестанет. А потом и вообще станет лучшее, потому что придет понимание, а боль, наоборот, уйдет. Но прямо сейчас – да, больно. Поэтому перейдем временно к объекту, который симпатии не вызывает ни у кого. Вот к этой тетке. Она – мать Рудольфа, объекта половой манипуляции Кати. Ну что, как говорится, за знакомство. Я уверена, что она перейдет в крепкую дружбу. Широкие зрительские массы полагают, что им, электорату, с матерью Рудольфа все понятно. Все полагают, что эта мамаша мечтает улучшить жилищные условия любой ценой. Тесновато у нас, конечно. Почему, по-моему, прекрасная квартира. Но этого из вежливости. Вот у вас, Рудик рассказывал, квартира действительно прекрасная. Массы полагают, что мать страдает по причине тесноты. Нас и так четверо в двух комнатах. Нам не хватает только вас с вашим ребенком. Хотя, если рассуждать строго, можно сказать только то, что тетка это свое состояние страдания всегда, всегда объясняет отсутствием генеральской, она же профессорская, квартиры. У меня с Рудиком был очень серьезный, откровенный разговор. Да, его очень разочаровали ваши аферы с этими профессорскими квартирами. Но, но есть соображения, которые подталкивают к тому общему правилу, что на все и всегда есть две точки зрения. В самом деле, отчего это так легко широкие народные массы разоблачили эту тетку? И молоденькие-то девушки в состоянии так обманывать, что десятилетиями толпы не в состоянии их разоблачить. Например, сама Тося, Катя и Люда. А уж эта тетка, которая на 20 лет их старше, уж тем более заморочить голову в состоянии. Проще говоря, напрашивается вывод, что эти теткины скачки вокруг квартирного вопроса Честовата у нас, конечно. Не более чем маска. Маска, которая предъявляется окружающим с целью скрыть свою настоящую проблему, чтобы не трогали то наболевшее, что в честном разговоре можно вылечить. Да и к тому же, обманув, она приобретает некоторую над обманутыми власть. Плюс обезболивается, пусть по-темному и временно. Туфта, конечно, а не обезболивание, но хоть что-то. На безрыбье и рак рыба. Плевать, конечно, на эту тетку, но если не понять тот типаж, которому она принадлежит, то есть типаж-страдалец, то есть опасность попадать и попадать в зависимость от подобных теток. Понять это значит выведать ее позор, ее позорную тайну. Из общих соображений понятно, что матери Рудольфа требуется, можно сказать, психотарс, можно сказать, хороший, честный и добрый разговор о тех проблемах, которые у нее есть, и непоняток, которые были в прошлом. Но честный и добрый разговор всегда порождает движение мысли. Есть же движение мысли, всякое движение мысли, неприятно и даже, в общем, ненавистно. Поэтому она изобрела маску. Что ей плохо только потому, что она не имеет жилплощади, такой громадной жилплощади, то есть профессорской жилплощади по стандартам сталинской эпохи. Ну вот, если она хорошо наврет, то все, от нее отстанут. А те, которые поверят, что это ее проблема, те попадут в зависимость от нее. Ну, а дети попадут в сильную или даже сильнейшую от нее зависимость. Но от общих соображений можно перейти к рассмотрению деталей. Можно присмотреться к особенностям поведения тех, кого эта тетка сумела поставить под болезненную зависимость. Таковы обычно, как уже было сказано, дети. Нам и показывают ее младшего сына. Мальчик, отражающий внутреннюю скрываемую сущность матери, не ест, а жрет. Да и жрет-то он как-то особенно безобразно. Не дать не взять бомж. Так по поведению сына мы и узнаем, что мечта матери Рудольфа – это стать бомжихой. Что вы говорите? Очень распространенная мечта в некоторые исторические периоды. Распространенность этой мечты зависит от типажа правителя. Если у него такая тайная мечта, то и у подданных такая же. Но только у подданных, у электората, а не у философов. О мечте стать бомжом или бомжихой, то есть на воняющей помойке еще и отсасывать, помалкивают по понятной причине. Но разоблачить возможность есть. Дело в том, что согласно принципу двуликого Януса, те, которые мечтают о помойке, обязательно мечтают и о противоположном. Ну, в их представлении о противоположном. В частности, они мечтают стать президентом. Ну, все, наверное, кто видел, тот помнит уж точно навсегда, что во времена Ельцина все женщины повально мечтали стать президентами России. Ну вот, президент Ельцин наконец-то подох ко всеобщей радости. И вот это вот мечтание стать президентом прошло. Вот мать Рудольфа из их числа. Ну, только она хрущевская. Ну, хрущевские это копия Ельциновских, ну, с небольшими отличиями. Ну, например, отличие то, что мать Рудольфа в 58-м году не могла вслух говорить о том, что она хочет стать президентом. Ну, значит, она ограничилась тем, что корчила из себя аристократку. Итак, есть типаж женщин, живущих мечтой стать бомжихой. Или, что то же самое, президентом. Ну, как та старуха с разбитым корытом. Хочу быть владычицей морскою. Это неприличное желание прикрывается отмазкой, что ей плохо по причине отсутствия профессорской, по стандартам сталинской эпохи, квартиры. Но по принципу демонстрации отмазки живут все женщины. Та же Тося тоже демонстрирует. Она демонстрирует, что она вся живет интересами семьи. Вспоминаем принцип двуликого Януса. И тут же вспоминается, что усиленно изменяют как раз те, кто говорят, что семья, благо семьи, это единственный интерес их жизни. Тося такая же. Отсюда и другой цвет волос у детей и прижимание грудями даже к отцу жениха и тупость мужа после 20 лет брака. Ну и каков мотив Тоси выйти замуж, причем за дурака, точнее за маменькиного сынка? Да, интеллектом явно не изуродован. И стыло тебе в Москву ехать, такого ты и в деревню себе могла бы найти. А мотив распространенный? Известно. Или два, или ни одного. То есть, если дама хочет, чтобы у нее любовники были постоянно, то есть перерывы между прежним и очередным любовниками были короткими, то она должна выйти замуж. Правильно. Если любит, просит. Есть один, будет и второй. И дамы замуж выходят. Прием авантюрный, но простой. Достаточно изобразить из себя порядочную. Порядочную до беззащитности. Ну и как научиться разбирать тайные мечты девушки, с которой ты сейчас находишься? Способ есть только один. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. То есть, вот никакие заученные лозунги из какого-нибудь пособия и даже учебники не помогут. Они не смогут заменить разборов конкретных случаев. Ну, конкретных разборов конкретных случаев. А чтобы научиться разбирать самостоятельно, прежде надо внимательно посмотреть и присмотреться, как это делают другие. Но тех, кому удается разбирать типажи женщин, мало. Они редкость. Уж 37 лет прошло, как вышел на экраны фильм «Москва слезам не верит». А все поголовно, подчеркиваем, поголовно верует, что Тося – примерная семьянинка. А тошнотворная тетка, которая мать Рудольфа, мечтает о жилплощади и красивой жизни, а вовсе не ищет повода пострадать. 37 лет возможностей поучиться не было. Вернее, даже больше. Ну что ж, зато теперь возможность появилась. И уже сделаны несколько роликов по разбору неявных смыслов фильма «Москва слезам не верит». Фильма, ради которого зрители ломали и окна касс, и двери в кассовых залах. Чего не было ни до, ни после. Так что прочесть мечту своей девушки не стоит обольщаться, не удавалось, возможно, никому. Повторимся. Чтобы прочесть мечту своей девушки, надо прежде суметь прочесть мечту нескольких тех, которые тебе параллельны. Вроде этой тетки, которая мать Рудольфа. Другого пути нет. Ну так и вперед. Наше дело правое. Враг будет разбит. И не забыть о двуликом Янусе. Ты глядишь в его лицо, Что бы ни было в начале, Ударит он все печали. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok